и снова здравствуйте всем привет и так пока вот такой результат по анимации баскетболиста здесь еще много нужно всего подправлять где-то рука пляшет где-то мяч уходит в сторону ну короче ускорение замедление и так далее еще буду работать и потом уже выложу готовый результат именно в павильоне уже с освещением как кролик будет посмотрите а в этом ролике хочу еще пока попробовать именно бросок трех очковый давайте нового персонажа с костями закинем и вот это окружение итак на изготовке я уже сохранял вот эту модель вот этот щит я сейчас хочу удалить и закинуть новую площадку это значит импорт fbx стадион ждем смотрим все закинуто так стадион теперь мы поправляем по ctrl z ctrl shift z назад и вот косяк я модель сохранил с костями ну ладно сейчас все это дело подправим каким образом выбираем вот эти кости так почему они выбираются отдельно а потому что это fbx и нужно отключить так это щит на это план выберем вот эти кости так свет оставим через shift все поубираем и сделаем дэлит включим назад план смотрим что у нашего персонажа кости на месте так щит раскрашен на трех очковым наш подопечный стоит ну с этим делом будем работать так единство что по моему здесь нет кости для меча это не беда единицы нам поди пока я отключу щит shift а арматура так арматуру подвигаем к мячу делаем с уменьшаем ставим видимость во вьюпорте ну и заменить нужно внешний вид кости это у нас значит finger заходим в пост мод английская крит меняем косточку обжиг not выбираем кость и выбираем рик нашего персонажа заходим в пост мод н панель можно закрыть и наверно включу вам скрин каски так смотрим все боковая то что нажимаю сбоку видно и вот этот я еще не пробовал вариант значит тройка на нам падим включаем видимо считаем так да тут вот еще вопрос он должен заходить ну как на линии стоять по моему не должен сразу давайте подкорректируем чтоб все точно было так здесь сделаем set origin 3d геометрии щит все вот подправили смотрим да стоит на 3 очковом только на нам падим мы опять делаем вход пост мод выбираем косточку мяча и через shift кости персонажа заходим опять же посмотрю тройка на нам падим ну и давайте все это дело теперь анимировать как начал писать ролик а забыл нажать включить именно запись писал писал вот уже раз два три 4 5 6 кадров сделал давайте сейчас рассмотрим их тут ничего такого значит первый кадр он вот начинается персонаж в воздухе мяч чуть-чуть в отдалении кисти рук у него установлено вот ну как вперед стопы вот опущены вниз дальше идет десятый кадр вот траектория полета мяча я нарисовал и мяч чуть-чуть уходит вперед и кисти рук вот они как бы отпускают его создается еще движение вы видите что руки как бы вперед за мячом чуть-чуть движутся изменяется чуть-чуть изгиб позвоночника вот чуть-чуть он заебается и одна нога одна нога уходит вот это в частности значит правая нога чуть-чуть отходит назад вот создаются такие движения потом на двадцатом кадре персонаж чуть-чуть опускается так проверил запись идет нет вот персонаж чуть-чуть опускается пока без изменения оставил так сильно только движение мяча теперь до середины вот этой траектории ну на следующем кадре персонаж просто опускается пока без амортизации сильной и значит мяч подлетает почти к сетке ну а тут уже я не стал прописывать 40 50 60 кадр потому что 70 именно находятся опущенные руки и вот эти кадры вы видите что они сами прописались это лучше чем прописывать каждый кадр опуск рук дальше что идет в 80 кадр вы видите просто персонажа за тазовую кость вытягиваем вверх это вот так вот выбираем g вот все ну и где-то корректируем руки что-то в таком духе создается мяч на 80 кадре но уже должен побывать в сетке вот увидите раз и он из сетки вылетает под углом сетка потом должна смотреть в сторону мяча я это шубки ими попробую сделать или костями тоже заанимировать сетку если получится ну а дальше давайте разбираться вы наверное поймете систему вот эту трех очкового броска я ее тоже хочу понять теперь нам понадобится 95 кадр на 95 кадре вот этот мяч у нас должен опуститься на уровень пола вот так а персонаж ну чтоб он столбняком не стоял давайте его так значит g опустим р перекрутим и руки создадим движение руками так как бы вперед и пусть он смотрит на мяч так как-то раз вот можно даже немного вот локти убрать вот таким вот образом так чтобы персонаж немножко был как бы расслаблен можно еще включиться вот так подкрутить уменьшить тройка на нампаде а и блок рот смотрим что получилось бросок падение и персонаж чуть-чуть так движется видите сейчас я поближе вам поставлю когда раскидываете блокинг минимум движение делайте это уже в процессе будет потом что-то добавляться где-то какой-то кадр будет удаляться давайте пропишу вот эти кадры а и блок рот 40 а и блок рот и 60 заполним а и блок рот все теперь это все дело мягенько будет здесь пока больших движений ему не понадобится так а что у нас на сотом кадре на сотом кадре у нас мяч подлетает кверху то тут вопрос он должен отсюда уходить в бок или просто кверху подниматься вот тут непонятно так а и блок рот все пока вот такая штука на сотом я ничего пока не менял пусть постоит теперь в основном тут прописывается мяч не столько персонаж сколько вот его движение к персонажу так 130 кадр g мяч еще выше поднимается это 130 мяч еще выше прописывается так значит персонаж немножко должен так руки наверно уже к мячу как бы подготовить так m так это g и одна рука как бы вперед выходит так вот здесь вот так оказывается перекручивается ты наверно персонажа чуть-чуть пусть присядет а и блок рот вот это 130 кадр дам так н панель наверно слишком большие буквы давайте поменьше поставлю вот здесь цифры то что я нажимаю так мотаем отодвигаем колесиком так нам понадобится вот 130 140 150 и пока без промежуточных за исключением от 95 кадра так теперь 165 кадр делаем g мяч до середины доводим до пола это вот здесь он уже должен быть так персонаж пусть пока стоит на 4 а и блок рот вот пока мяч движуха вроде прыгает ну а теперь нужно вот именно покадровку кадр где мяч полетит уже к нашему персонажу а полетит он на двухсотом значит g он поднимается чуть чуть поменьше вот сюда вот так прописываем а и блок рот мотаем нашу анимацию на двести тридцатом мяч попадает значит g вот сюда а персонаж наш должен значит ну как бы к нему податься р наклониться наклоняемся еще значит g делаем посадку и руки в сторону мяча вытаскиваем вот так вот раз g вот как бы так так можно даже немножко еще поджать так вот так назад таз уберем прописываем а и блок рот смотрим бенц 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 сейчас он должен убрать уже так это тройка на нампаде так и на двести сороковом вот какая фишка смотрите что делаем так двести сороковой кадр ставим g мяч подводим значит к рукам но руки его еще не берут руки просто как бы так r g вперед к мячу вытягиваются ну можно еще так побольше можно как раз и перекрутим кисти так чуть-чуть наверно вот так как-то подсогнуть их в сторону мяча ну вот получается такой кадр а и блок рот вот смотрим что вот он руки-то движутся вперед к мячу но тела то нет значит давайте так наверное чуть-чуть g его приподнимем и r еще ну как к мячу направим а и блок рот вот теперь создалось и тело движения тело движения о нормально так теперь у нас по покадровке трехсотый кадр так ставим тут будет так по секундам посмотреть на пока поставлю 500 так ставим трехсотый и значит на трехсотом какая фишка значит выбираем мяч через shift выбираем значит руки кубы и выбираем нашего персонажа ну в смысле мяч тройка на нам паде делаем g теперь таз выбираем вот этот циркл тазовую кость делаем r делаем g пока его не выпрямляем сильно но можно так чуть-чуть кое-где разогнуть и выбираем значит мяч g вот сюда его подтягиваем вот сюда ставим и здесь уже руки у нас значит значит его держат выпрямляем пальцы так чтобы было видно вот эти пальцы вот неудобство что не могу поймать эту косточку так и палец сюда здесь вот значит что получается палец сюда ну пока я не буду все их сильно подгибать потому что потом буду это все дело корректировать ну где то вот так вот тройка на нам паде выбираем мяч выбираем кости рук так тройка на нам паде джи мяч подносим значит к персонажу и так вот чуть-чуть джи выпрямляем его смотрим смотрим голову тебе поднимаем к верху а и лок рот почему такое большое расстояние да это вот есть такая штука так значит что мы сделаем смотрите как все это дело вот видите мяч отдельно идет потому что растянута анимация здесь мы 30 шифт д копируем на 250 так или лучше так так джи на 260 наверно и вот выбираем теперь руки выбираем наш мяч так тройка на нам паде делаем вот такую штуку джи и значит отключаем тазовую кость и джи мяч как бы перекручиваем и полного поймал вот так и чуть-чуть к себе поджал так а и блок рот вот теперь получается так не пойму я что такой за скачок был так значит вот этот кадр джи сюда пока его этот кадр дэлит кейфрейм и вот этот джи вот сюда на 260 50 ну вот уже нормально поймал он его тройка на нам паде ну дописываем теперь пусть он немножко мяч попобьет так а здесь я уже знаю короче я уже это дело делал здесь уже значит гифка мне в принципе не понадобится так здесь выбираем кость мяча руки кисти джи это значит сюда выводим эту кисть подгибаем уводим вот сюда выпрямляем нашего персонажа чуть-чуть делаем ровнее сильно не надо так мяч значит мяч у нас тройка на нам паде джи падает на пол так а вот эта рука она вроде как должна чуть-чуть сопроводить его так это значит тройка на нам паде джи вдоль ноги р ставим вот так вот раз смотрим короче это все дело на мяч вот так вот а то отвернулся куда-то так вот эту выпрямляем ну и чуть-чуть можно да подсадку ему дать так так и кисть 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 нужно еще больше перекрутить вот так вот ну и как бы джи наверное вот такая штука а и лоук рот вот вот раз первый удар пошел так теперь надо же подъем и зациклить это и все делов то теперь у нас получается 350 кадр тройка на нам паде значит делаем джи поднимаем вот сюда вот значит мяч ну а здесь больших движений не будем делать наверное просто вот а кисть чуть-чуть приподнимается можно да чуть-чуть приподнять ее и мяч вот под кисть поставить просто так мяч вот сюда под кисть значит а и блок рот но здесь еще вот фишка в чем смотрите вот раз он вроде ударил все вот он раз удар но вот здесь еще надо добавлять кадры вот здесь вот бросок должен вот от 300 он должен перемен ну как как же объяснить это ну он короче здесь нет почти анимации он просто тупо мяч падает сейчас мы сделаем вот именно вот это тут набивание и потом посмотрим как исправить вот эту часть так это значит 360 должен теперь быть можно продублировать вот этот 340 шрифт ставим его на 360 а этот 350 шрифт ставим на 370 получается вот зацикленная раз так а вот здесь нужно добавить еще что смотрите 345 кадр это G мяч как бы поближе к пальцам должен подлететь вот так а эту кисть можно R и G как бы навстречу идёт к мячу а и лакурт смотрим если гадко будет тогда так а ну-ка да нет вот мяч прилипает к руке вот он прилип раз и следом опять идёт удар но только здесь опять же добавляем мяч к пальцам промежуточную вот эту анимацию ну как сказать вот мяч должен ну сейчас как вам сказать короче должен еще быть промежуточный у него кадр где он отлипает от пальцев вот а и локал тем кто смотрел как я делал анимацию именно капитана со штурвалом ну вот много тут схожего кстати конечно не штурвал но вот эти вот все промежуточные кадры так это значит сюда это палец для реалистичности тоже пусть прилипает так этот значит тоже оп пишем а и лократ вот здесь вот чтобы в одну точку он падал на делать так и здесь вот этот кадр по-моему вот сюда ну вот это он здесь может теперь набивать очень долго ну нужно еще вот он допустим смотрите мяч бьет вот вот идет удар и чтобы он как и стукан не стоял давайте ему немножко R перекрутим вот этот корпус и вот на эту ногу он как бы облокотиться а эта рука R опуститься расслабиться она ему зачем нужно в таком напряжении правильно а и о крот так теперь дублируем значит это ну чтоб не одинакова не была давайте чуть-чуть помудимся и сделаем разные позы так здесь теперь R можно чуть-чуть выровнять так здесь таз вот сюда подаем так здесь можно включиться даже приподнять создать движение головы типа на мяч чтоб не смотрел а и лок рот ну и смотрим что получится так теперь он опять смотрит на мяч 360 360 340 шеи и копируем на 360 а и лок рот так 365 ну и нужно теперь переход к броску сделать на 420 видите как долго он тут мяч нет 420 кадр смотрите что делаем выбираем кость руки мяч это значит G R G так давайте еще вот так вот перекрутим еще вот так вот перекрутим G и эту руку ставим уже к нашему значит мячу вот так вот G выбираем мяч через shift и руку еще вот эту вот так это значит G в груди перекручиваем R и немножко так что тут такое получилось так голову перекручиваем вверх что-то тут так это R локоть выводим этот локоть чуть-чуть уменьшим может быть так R G вот так вот и сейчас он должен будет готовиться бросить так выбираем значит значит кости опять же управляющие ну и таз теперь и теперь значит G он приседает и как бы R R наклоняется вперед так пускай теперь вот это кость нагибается голова смотрит вверх ну все а и ок рот так ну эту еще анимацию здесь вот отправлю вот эту руку так это значит у нас верхняя точка верхняя у нас значит вот она 350 cfd так это первый второй первый второй вот этот наверное получается а а ctrl z ctrl z ладно потом пропишу полностью вот эти попоменяю чтоб не заблудиться какие-то вот эти может удалю и по новой перепишу вот эти кадры и уже потом сдублирую их так 420 готовимся к прыжку ну и финал 450 кадр значит английская а выбираем все так тройка на нампаде делаем g выбираем значит ноги управляющие кости ног значит делаем r делаем g их вытягиваем и и и у нас должен вот эти кости и вот этот мяч отказаться значит тройка на нампаде g вот тут r делаем перекрутку выкру выкручиваем r нашего персонажа отключаем этот позвонок включаем этот r так ну здесь уже так control z а я я не то нажал control z отключаем поясницу r g ну по-моему вот так что-то должно быть ну тут можно еще так перекрутить чуть-чуть я тут позвоночник и вы видите вот эти крыклы как они перекручиваются нехорошо так а это может локти чуть-чуть пока убрать ну давайте а и локрот ставим 450 кадров ну вот получился вот такой блокинг прям долговатый и вот такой внешний вид по-моему придется вот это все дело как бы ускорять подравнивать ну так давайте сделаем так ну этот ролик я выложу вот раскид блокинга а на следующий ролик еще с этим роликом покажу что тут можно поменять да прописать ну и опять же чтобы не вылетело сохраняю все это дело вот такая пока штука так всем пока до свидания нет да здесь нужно вот это ускорять так что в следующем ролике добавим пропишем ускорим замедлим ну и посмотрим как это все дело будет выглядеть все пока до свидания до свидания пока Продолжение следует...